В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября, в Твери прошла молодежная региональная акция «За победу над террором». В ней приняли участие студенты вузов, колледжи, патриотические общественные организации, представители национальных культурных диаспор, а также жители Донбасса, прибывшие в наш регион. На месте побывала Наталья Федорова. В Твери акция «Молодежь против террора» проводится в память о трагедии 3 сентября 2004 года в Беслане. Эта дата стала символом солидарности государства и общества в борьбе с терроризмом. Ее отмечают ежегодно по всей России. В Верхневожье, в особенности в образовательных учреждениях, проводятся различные акции, уроки мужества, фотовыставки, экскурсии, концерты, а также круглые столы. Мы вдумчиво работаем, мы объясняем, мы общаемся с молодыми людьми на их языке и показываем причины, последствия нехороших всех явлений, но также пути их профилактики, пути борьбы с ними. Сегодня наше государство активно борется с этим злом. Работают спецслужбы, выявляя боевиков и их пособников. При этом большую роль играет профилактическая работа с молодежью. Это очень важно, оценить такие патриотические мероприятия, чтобы в память у детей это осталось. Потому что если мы им не напомним, никто об этом не скажет. Учитывая все данные события, которые сейчас происходят, патриотизм нам нужен. Поэтому такие мероприятия, я считаю, что их надо проводить чаще. Важной частью акции, прошедшей в парке «Россия. Моя история» стала минута молчания в память о жертвах Беслана, где в результате теракта в школе погибло более 300 человек, 186 из которых были дети. Очень важно, чтобы это студенческое мероприятие, молодежное мероприятие было общероссийским. Чтобы все люди, всех поколений в этом участвовали, это чувствовали. Это очень важно. Также для участников акции прошла экскурсия по выставке «Ната. Хроника жестокости». А в Тверских колледжах в этот же день были организованы уроки мужества.